Что у них сегодня на ужин? То же, что на обед, то же, что на завтрак, то же, что и вчера. Комбикорм покупной стандарт агро в гранулах. И я думаю, что как только закончится этот комбикорм они сразу переедут в цыплятник. Здесь закончится сезон. А двое останутся из тех цыплят, которые там, в такие самые Сильвер и Радар. А остальные переедут, получат путевку в жизнь во взрослую. И будут уже привыкать к взрослым порядкам. Я еще не решил точно, что делать с цыпленком, который с закрытыми глазами. Ну, наверное, завтра у меня такого не было. Наверное, завтра попробую ему промыть глаза зеленым чаем. Я когда-то себе промывал зеленым чаем. Там нормально получилось. Может, ему тоже надо промыть. Возьму ватку, какую-то жидкость. Это вот тот цыпленок. Вот этот светлый. С закрытыми глазами. Видно? Вот он прошел сюда. Кормушки. Вроде двигается все нормально. И кушать хочет. Глаза закрыты. Значит, что-то с глазами. Ну, если не поможет, то уже не поможет. Тоже дело такое. Тоже дело такое. Кормушки наполняются не часто. Пробедительно раз в сутки. Или около того. И где-то они немного. Да они прямо нападают. Ну, да, кушать хотят. Есть и обратная засыпка. Вот я сейчас высыпаю корм, который с этих кормушек остается. Они частично ложпают. Частично он сам высыпается. И, ну, так же попадает сюда помет. Кукашки. Потому что они тут выдают. И подстилка попадает. Частично когда они грибутся в подстилке. Это ничего не теряется. Я засыпаю в тарелочку. С тарелочки насыпаю корм. В кормушку. И потом эту кормушку ставлю. И они уже там выедают. Все. То, что не выедают до конца. Я насыпаю в другую кормушку. А потом отнесу к взрослым цыплятам. В большую кормушку насыплю вместе с едой. Оно перемешается с основной пищей. Круговорот корма в природе. Значит, еды осталось где-то до середины следующей недели. Сейчас у нас пятница. 26 июня. И где-то на следующей неделе они будут переезжать. Я посмотрел, что все цыплята те уже крутые. Здоровые, взрослые. Плохо надевается. Три кормушки, три паюки достаточно. Им хватает на сутки. Так что, в принципе, это удобно. Было бы больше цыплят, можно было бы больше ставить таких кормушек. Вот такой модульный вариант. Больше цыплят, больше кормушек. Правда, тут неудобно ходить в таком узком месте. Ну, довольно узковато это все. Ну, они вот пока справляются, бегают. Я очень рад, что додумался сделать такие кормушки. Это собственное изобретение. На основе покупных дешевых. Тогда они стоили, по-моему, 3,5 гривен, или 5 гривен. Я даже не помню. Ну, в общем, тут где-то около 6 переделок. Экономия? Да, они же разбрасывают, глушпают. Вот это столько корма теряется с одной кормушки. Видно? Угу. Угу. За один присест. А так ничего не теряется. Потом я насыпаю в другую кормушку, которую тоже самый запрямленный. Какие тарелочки умножаем на три. Да, три тарелки. Это минимум вот это было. Бывает и хуже. Его куда-то надо девать. И потом оно, оно же сюда, в борта засыпается. Угу. Вот эти радиальные спицы, которые, здесь находятся, они же тоже защищают это двушпанье. Угу было такое, что становился один цыпленок и выбрасывал всю еду полностью. Ну, то есть я был в шоке. Банку переворачивали, резинку сделал. Ну, вот этот бортик. Это вообще супер. И прикрутинил. Просто ставил на деревяшку. Потом решил прикрутить. Прикрутил и всё. Они уже подросли. Когда они пойдут ко всему? Я же говорю, когда корм закончится, тогда и пойдут. Все просто, да? Приблизительно на следующей неделе. Ну, там я посмотрел, что те, в принципе, взрослые. Заскакивают. Они могут двигаться. О, видишь? Все лазят. Капачок сверху придумал. Заскакивают. Садится и гадит прямо туда, в кормушку. Ну, куда же еще гадит? Только в кормушку. В кормушку. Так, вот эти, в принципе, чего друг они доедят. Ну, они-то доедят. Но оно забивается и из бункера ничего не сыпется. Это же бункерного типа. Так. Что у нас тут? Хорошо, что у нас есть вода. Водопровод проведен, поэтому можно легко набрать воду. Наберу, наверное, только одну поилку. А ну-ка, я уберу. Ладно, тут где-то. Поилки я сам эти придумал. Вот тут отверстие. Видно? Сейчас. Угу. Тут отверстие и в пробке отверстие. Внизу. Угу. И получается, что, в принципе, этого достаточно, чтобы вода вытекала. Бутылка сжата. Иначе она просто сплюскивается. Отрицательное давление получается. Сделано из четырех шурупов. Не, из пяти шурупов. А все остальное бэушное. В общем. Даже бэушное, не то, что бэушное, а найдено на мусорке. Так что поилки, в принципе, не то, что себя купили. Ну, я только сейчас понял, что это коробка с под машины, не? Да, это коробка с под машины. Я тебе еще давно говорил, что очень рад, потому что... Пригодилась. Пригодилась эта коробка. В общем, когда при перевозке она пострадала очень сильно. Или при переноске. В общем, туда накидали. Она была поломана, ей пришлось ремонтировать. Глюша до сих пор эту машину вспоминает. Говорит, а где моя черная машина? Ну, он же боялся на ней, ездить не хотел. Да, он не хотел на ней ездить. Теперь ему хочется. Ну, хочется ему и раньше. Хотелось, когда он видел такие же машинки за деньги на улице. Говорит, хочу покататься. Тут просто рано купили. Надо было поджиг покупать, если уже на то пошло. Нет, продали, потому что негде было хранить. Негде хранить, а ребенок маленький, естественно. Нет смысла было. Тут же на коробке нарисовано от нуля до трех лет. Вот тут написано Шантеклер. Это по-французски петух. И была какая-то бытовая химия. А я этой коробкой отремонтировал большую коробку. В принципе, тут пленка бэушная. Не использовался. Потом застелил. Получилось, что она не совсем полностью пролегает. Цыплята частично обрушают ее вниз. Приходится поправлять. Было бы больше, чуть больше сантиметров на двадцать. И уже бы эти края были за вверх заходили. А так получилось, что там висит. Еще одну машину покупать будет еще одна коробка. Я очень счастлив, что смог додуматься переделать эту коробку. Она складывалась. Я ее разложил. И борта эти закрепил, чтобы они по углам держались. Таким образом она получилась выше. Так она была вот. Вот на таком вот уровне. То есть добавилось. Сейчас скажу сколько. Больше, чем было. Почти в два раза. Почти в два раза добавилось. Объем тут довольно хорош. Ну, можно сказать, что любое количество цыплят можно держать. Но потом их приходится все равно пересаживать. Какое-то время здесь можно содержать. Когда было холодно, я накрывал газетками. Вот так просто три газеты лежало. Три шпальты. И, в принципе, они сильно не мерзли. Ну, не эти цыплята, а другие, предыдущие. Сначала мерзли сильно. Потом была еще тут коробка для этого. То есть не коробка, а корпус под стиральной машиной. Там грелось. Но я потом подумал, что просто ложить три газетки. Этого достаточно, чтобы цыплята прогревались. Также тут лампа накала была. И она грела довольно хорошо. А также цыплята, когда подрастают, они спят вместе и греют друг друга. Да. Некоторые запрыгивают сверху, получается. А они греют те, что снизу. А те, что снизу, они не так хорошо. То есть те, кто покрепче, те запрыгивают наверх. Вот как сейчас они за угол забились. И довольно таки уютно получается. И приятно так. Между собой они трутся. Голову в голову пытаются куда-то впихнуть. И они таким образом оставляют свое тепло. Ну, согреваются. Клювы они прячут. Клювы у них самые сильно мерзнут. И гребешки они прячут за крыло. Не под крыло, а за крыло. Сверху. Мы думаем, что снизу. Но на самом деле им удобнее сверху, так как у них более длинная шея. И так удобнее складывать. А что я могу сказать? В принципе, помещение довольно удобное для цыплят. Единственное, что здесь, конечно, было бы хорошо не черную пленку, а какую-то более светлую, чтобы было посветлее. Эта пленка скоро, может, послужит еще год или два. Вот там они разрывают ее потихоньку. Расклевывают. Может, придется под низ еще что-то подстилать. Наверное, мешки из-под сахара. Внутреннюю часть полиэтилена. Постилю на следующий раз. Что если будет туда попадать влага, то она будет оставаться, не будет проходить на картонах. Для картона это очень плохо. Также этот ящик стоит на ведрах, на тазиках. И он снизу немножко проветривается. Не везде, но, скажем, частично. Я не ложу газетки, не ложу траву. Я решил вообще ничего не ложить. Вначале была у меня трава, вроде как. И, в принципе, помет это нормально. Помет в качестве этих же цыплят. В качестве подстилки довольно-таки хороших. Они еще и едят его потихонечку. Я что-то долго решал. И потом смотрю, что они все закидали пометом. Это уже второй раз. Первый раз я полностью почистил. А потом раскрошил тот, что был сухой. Раскрошил и насыпал его снова. Эти уже затоптали. Это вторые цыплята. Затоптали и накидали своего. Так что, в принципе, пометом можно пользоваться как вторичная. Вторичная подстилка. Она еще и съедается дополнительно. Там находятся микроэлементы. Минералы и белок, которые образуются бактериями. В принципе, этим не стоит пренебрегать. Некоторые стилят газетки, тряпочки. Эти тряпочки потом стирают. Это все пеленки, так называемые. Я считаю, что пеленки это уже перебор. Если не хотите ничего делать, не хотите, чтобы ничего не было, просто постелите сетку в два раза больше ячейка, чем сейчас. В два раза мельче, вернее. И таким образом вы избавитесь от стирки, от газет всяких разных. Это просто будет просыпаться вниз. Я так пользовался. И это работает приблизительно с третьего дня жизни цыплят. Вот таких вот нормальных. Если карликовых, то там, конечно, надо помельче что-то иметь в виду. Да, им сначала неудобно по сетке ходить, но потом привыкают. И пальцы немножко тренируются. Три поилки, три кормушки. Довольно удобно. Одна лампочка на семь с половиной ватт. В принципе, тут единственное, что неудобно тут место занимает. Это у нас довольно стеснённое тут помещение получается. Узкий проход. Но хоть какой-то проход. Могло бы быть и хуже. Можно ящики использовать из-под холодильника, из-под стиральных машин. Они довольно плотные. Из-под сигарет они плотные. Только их придётся разрезать и сшить. Допустим, два-три ящика соединить между собой. Чтобы получить вот такого вот крупного размера. С вами был Арсений Селезнёв-Зверовой. И последние цыплята, чуждые, как я их назвал. А также Брудер Шантеклер. Как вот здесь написано на нём. Вот видно часть надписи. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok